Главное событие сегодняшнего дня – большая пресс-конференция Владимира Путина. Общение журналистов с президентом в конце года уже традиция. Десятая по счету встречи продолжалась более трех часов. Возможность задать вопросы имели представители и ведущих СМИ, и региональных изданий. На пресс-конференцию были аккредитованы более 1200 человек. Десятки миллионов телезрителей видели ее в прямом эфире федеральных каналов. Президент отвечал на вопросы, которые волнуют всех граждан. В первую очередь о состоянии экономики, курсе рубля, социальных гарантиях. Мерах, которые принимает власть для преодоления кризисных явлений. Все подробности в репортаже Дмитрия Кочеткова. Всех волнует, что будет с экономикой и рублем. Курсы валют в обменных пунктах меняются несколько раз в день. Путин не стал дожидаться вопросов и посвятил этой теме свое вступительное слово. Как заявил президент, ситуация спровоцирована внешними факторами и недостаточной диверсификацией. За 20 лет стране так и не удалось избавиться от сырьевой зависимости. Главное государство подчеркнул, что несмотря ни на что, все социальные обязательства перед пенсионерами и бюджетниками будут сохранены. Для этого хватит денег в резервных фондах. Влияют на сегодняшнюю ситуацию и внешнеэкономические факторы. Прежде всего, конечно, цена на энергоносители, на нефть. А за ней тянется и цена на газ. Считаю, что и Центральный банк, и правительство принимают адекватные меры в сегодняшней ситуации. Есть и вопросы и к правительству, и к Центробанку по поводу своевременности, качества этих принимаемых мер. Но в целом абсолютно адекватно и в правильном направлении происходят действия. Надеюсь на то, что сегодняшнее, вчерашнее снижение курса иностранной валюты и повышение стоимости национальной рубля сохранится. Возможно ли это? Возможно. Возможно ли дальнейшее снижение цен на нефть и будет ли это влиять на национальную валюту и, соответственно, на все другие показатели, включая инфляцию и т.д.? Да, возможно. Что мы в этой связи собираемся делать? Мы собираемся применять, использовать меры, которые мы использовали и достаточно успешно, напомню, в 2008 году. И в этом случае нужно будет сосредоточить внимание на помощи людям, которые в этом действительно нуждаются и сохранить, я хочу это подчеркнуть, сохранить все наши плановые показатели по социальным вопросам и проблемам. Стратегию Центробанка по стабилизации курса рубля президент считает верной, но действовать надо оперативнее, на полшага быстрее. Что делает, собственно говоря, Центробанк и правительство? Во-первых, они, как вы знаете, подняли ключевую ставку. Надеюсь, что эта ключевая ставка будет держаться не весь период вот этих сложных событий, связанных с внешнеэкономической конъюнктурой. На чем основан мой оптимизм? На том, что экономика неизбежно будет приспосабливаться к жизни и работе в условиях низких цен на энергоносители. Это просто по факту будет происходить. И вот как быстро произойдет это приспособление, если цены сохранятся такими, какие они сегодня, либо будут снижаться даже, там, ниже 60, там, 40, я не знаю, сколько угодно. На самом деле для нас сколько угодно. Просто будет происходить структуризация самой экономики. О действиях Центробанка президент говорил очень подробно. Увеличение до 17% ключевой ставки, по которой кредитуются коммерческие банки, было необходимо, чтобы стабилизировать курс рубля. Немного зажать рублевую ликвидность пока, отпустить и дать возможность доступа участников экономической деятельности к валютной ликвидности. И, собственно говоря, банк так и делает. И так у него ставка достаточно низкая по валюте 0,5. В принципе, я не знаю, это дело Центрального банка снижать или не снижать, они должны это чувствовать и реагировать. Не раздавать золото валютные резервы и не полить их на рынки, а идти по предоставлению кредитных ресурсов. Собственно, они тоже это и делают. Вы знаете, я, конечно, вижу критику в отношении Центрального банка, в отношении председателя Центрального банка. Она в чём-то обоснована, в чём-то нет. Но и правительство не должно забывать про свою меру ответственности. Что я имею в виду? Ну, например, конечно, прежде всего борьба с инфляцией – это задача Центрального банка. Но есть некоторые вещи, ему об этом говорили, и публично я об этом уже говорил, когда мы с правительством встречались. Например, цены на бензин, цены на продукты питания. Надо этим заниматься. Именно в ручном режиме надо работать. Ежедневно, еженедельно встречаться с производителями, с участниками рынка, с торговыми сетями, с розницей и с нефтяными компаниями, которые у нас в значительной степени рынок монополизировали. ФАС должен как следует работать. Вот эти действия должны быть совместными, коллективными, осмысленными, без вторжения, конечно, в собственную компетенцию, скажем, Центрального банка либо правительства. Безусловно, при неблагоприятном развитии ситуации придется сокращать некоторые расходы. Но, как выразился президент, отскок в плюс, последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежны. Рост мировой экономики будет сохраняться. Темпы снижаются, но рост точно будет сохраняться. Экономика будет расти. И наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что года два. И повторяю ещё раз, после этого рост неизбежен. В том числе и потому, что и конъюнктура внешнеэкономическая будет меняться. С ростом мировой экономики потребуются дополнительные энергетические ресурсы. Но за это время, и вот в этом я уже не сомневаюсь, нам всё-таки многое удастся сделать с точки зрения диверсификации нашей экономики. Потому что жизнь сама будет нас заставлять это делать. По-другому будет просто невозможно функционировать. На резком колебании курсов валют можно неплохо заработать. Это касается профессиональных участников рынка и крупных компаний. В последнее время стали часто говорить о так называемых валютных спекулянтах. Вы можете назвать этих людей, кто они, россияне, какие-то зарубежные люди? И почему не удаётся их побороть? Они так сильны или мы так слабы? Планирует ли ЦБ и правительство такие меры, как фиксация курса рубля или деноминация рубля? Никаких директивных указаний, ограничений не планируется, мы это делать не будем. Что касается так называемых спекулянтов, это не уголовно-правовое понятие спекулянта на валютном рынке. Это могут быть иностранцы, участники валютного рынка, различные фонды. Они присутствуют на российском рынке и достаточно активно работают. Это могут быть и наши компании. И в целом, я же в самом начале говорил, это вполне соответствует практике любой рыночной экономики. Они появляются всегда, когда можно заработать денег, не украсть, не кого-то надуть, а именно поработать на рынке, создавая для себя благоприятную ситуацию. Вот я рассказывал, кто это такие. Знаете, позавчера, два дня назад я с некоторыми из них разговаривал по телефону, по дружбе. И вот задал вопрос, ну а что же вы придерживаете? Я, кстати, не заставлял ничего делать. Придерживаете, но нам нужно платить по кредитам скоро. Я говорю, понятно. Ну а если по ЗУСЕКам поскрестим, можно на рынок выйти? Я, кстати, подумал, через секунду отвечаю, ну 3 миллиарда долларов у нас есть. 3 миллиарда в загашнике. Понимаешь, о чем идет речь? Это же не 30 копеек. Это только в одной компании. 3 миллиарда в загашнике. Вот так вот по 3 миллиарда, знаете, что там наберется не 30, там уже 300 миллиардов. Отвечая на вопрос, удастся ли России избавиться от зависимости от сырьевого сектора и использовать ситуацию, чтобы сделать экономику страны более эффективной, президент отметил, что такую уверенность дает страховой полис, а страховка – это резервный фонд. Сейчас правительство старается создавать более благоприятные условия для реального производства. С 2008 года мы с вами говорим о том, что пора слезать с нефтяной иглы. Вот скажите откровенно, вы как чувствуете, сможем ли мы использовать нынешний кризис в благих целях? Вы знаете, наверное, 80% обращений в правительство, как минимум, поверьте мне, связано не с тем, чтобы вложить деньги в высокотехнологичные сферы, а чтобы получить какое-то месторождение. Почему? Потому что там деньги быстро и большие. Но если конъюнктура складывается иначе, тогда сама жизнь подталкивает к тому, что деньги надо вкладывать в другие отрасли. И вот это вселяет оптимизм, как ни странно. В недавнем послании Федеральному собранию президент объявил о предстоящей амнистии капитала, но подробности до сих пор неизвестны. Никаких законов или постановлений правительства по этому вопросу пока не принято. Какой объем капитала вы планируете вернуть в страну? И, пожалуй, еще очень важное, каким вам видится механизм этой амнистии? Сколько мы планируем вернуть капитала? Не планируем вообще. Вопрос не в возврате капитала. Это не фискальная мера. Вопрос в легализации. И если бизнес хочет оставить деньги, имущество за границей, пусть оставляет. Вопрос в легализации в том, чтобы они заявились здесь и зарегистрировались здесь. Вот это самое главное. Я хочу, чтобы это было понятно. Второе. Лично буду следить за тем, чтобы не было никаких нарушений в отношении ни механизмов, ни гарантий. И хочу предупредить всех своих коллег, в том числе из правоохранительных органов. Будем принимать самые жесткие меры к тем, кто будет нарушать тот принцип, о котором я сейчас сказал. Ну и, наконец, я считаю, что никаких фильтров не должно быть. Все, кто хочет сюда прийти, здесь зарегистрироваться, легализоваться, должны получить такое право. По поводу криминального характера действует презумпция невиновности, о которой я уже много раз говорил. И если не будет ничего другого, то все считается легальным. Ну и, наконец, механизмов. Пока они не отработаны, об этом нужно думать. Правительство сейчас работает. Я считаю, что нужно легализовать не только то имущество, которое есть в офшорах, но и то имущество, которое записано, переписано, скрыто на какие-то подставные фирмы, на родственников и так далее, внутри самой России. Нужно всем заявить один раз о том, что кому принадлежит, перевернуть эту страничку и пойти дальше. В бизнес-сообществе внимательно следят и за делом основного владельца АФК-системы Владимира Евтушенкова. Недавно его освободили из-под домашнего ареста. Дело Башнефти не имеет ничего общего с пересмотром итогов приватизации. Почему? Потому что судом не поставлено под сомнение законность приватизации. Судом поставлено под сомнение факт передачи имущества из собственности Российской Федерации в региональную собственность, а не факт приватизации. Ещё раз подчеркну, к приватизации не имеет никакого отношения. Единственное, в чём заподозрили следователи Следственного комитета господина Евтушенкова, это только в том, что, по их мнению, зная о высокой стоимости этого актива, когда он уже находился в собственности субъекта Федерации, а по предварительной оценке Следственного комитета эта стоимость была где-то 5-7 миллиардов долларов, он купил это за 2 миллиарда, и дело не в том, что он занизил цену при покупке, а дело в том, что он таким образом как бы легализовал, помог легализовать неправомощным собственникам, как считает следствие, после ряда итераций актив оказался в частной собственности, в конце концов, а даже не в собственности Республики Башкортостан, помог как бы отмыть деньги, но следствие не доказало этого факта. Значит, в этой части с него обвинения сняты, а что касается перехода собственности из системы во федеральную, это не имеет отношения к приватизации, еще раз повторяю, это имеет отношения только к неправомерному, как считает суд, передачи из федеральной собственности в региональную. Вот и все. Путин в пятницу намерен встретиться с представителями крупного российского бизнеса, чтобы обсудить текущие проблемы ведущих компаний. Владимир Евтушенков также приглашен на эту встречу. После этих новостей котировки АФК-система взлетели почти на 150%. Это один из самых высоких показателей на московской бирже. Следующая тема – ипотека. В последние десятилетия граждане активно брали кредиты на покупку жилья. Они и так были недешевыми. Но после повышения Центробанком ключевой ставки, проценты по кредитам могут еще вырасти. Об этом президента спросила корреспондент Воронежского телеканала. В моем регионе, сейчас он ходит в десятку по вводу нового жилья, объемы ипотеки выросли до 60%. И вот в связи с экономической ситуацией, как будет выглядеть та самая ипотека, кредиты на нее? Конечно, при 17% ключевой ставки Центрального банка развивать ипотеку – сложное дело. И если вообще возможно. Должен сказать, что за текущий год и за предыдущий ипотека развивалась большими темпами, чем мы ожидали. После того, как ключевые ставки Центрального банка с начала года с 5,5% увеличивались, объем ипотеки не сокращался. А банки коммерческие, как это ни странно, не повышали соответственно уровень ипотечных кредитов. Они держали. Я очень надеюсь, что и сейчас банки не будут спешить с пересмотром вот этих ставок под ипотечные кредиты. Почему? Потому что это важно и для людей, для решения социальных задач, обеспечения жильем. Это важно и для экономики, потому что примерно 30-35% от общего объема финансирования по ипотеке идет непосредственно прямо в строительную отрасль. А он является мультипликатором для целого ряда других отраслей промышленности. Без всяких сомнений, если это ставка с надежностью на какое-то время, правительство, да и Банк России должны будут подумать над специальными инструментами для поддержки ипотеки. И специальный, имею в виду молодых специалистов, молодых ученых, молодые семьи, военнослужащие, но и общие ипотеки. Какие здесь возможны варианты? Самые разные, но суть в одном – субсидирование. И вновь вопрос о проблемах на валютном рынке и в экономике, точнее об ответственности за них. Не считаете ли вы, что экономические проблемы являются следствием кадровых, внутриполитических и внешнеполитических шагов последних, ну скажем, двух-трех лет? И считаете ли вы, что вы лично несете ответственность за эти шаги падения доллара и экономические проблемы? Ответственность за все, что происходит в стране, всегда лежит на главе государства, ну и дальше поранжируя вниз. И от этой ответственности я никогда не уклонялся и уклоняться не собираюсь. В одном мы с вами точно можем быть уверены в том, что мы этот период пройдём и из непростой, конечно, сегодняшней ситуации выйдем, укрепив свои позиции и внутри страны, и в мировой экономике, и на международной арене. Внимание к вопросам социального благополучия граждан. Мы будем уделять особое внимание в предстоящий период. И уверен, все эти вопросы будут решены. Политику правительства и Центрального банка Путин вновь назвал правильной. Она позволит решить социальные задачи, поставленные в майских указах 2012 года, и выйти из нынешней непростой ситуации. Дмитрий Кочетков, Марина Елисеева, Антон Чуковский, Первый канал.